16 декабря войдет в историю как черный вторник для российской экономики. Ночью Центробанку собирает совет директоров, утром всем становится понятно. Процентная ставка повышена до 17%. Рубль начинает рушиться со скоростью свободного падения, потеряв в итоге 30% за день. Люди в панике бегут в обменные пункты. Курс менялся несколько раз за день. В банках не было ни долларов, ни евро. В одном не могли выдать деньги по вкладу в иностранной валюте, в другом предлагали записаться в очередь и прийти через пару дней. Александр Виноградов, ведущий аналитик НИЦ «Ниоэкономика». Казалось, что эффекта от повышения ставки хватит хотя бы на день. Хватило минут на пять. Даже бахнуть ставку еще выше – не факт, что поможет. Это опять же может быть воспринято как сигнал того, что никто ничего не контролирует. Отсюда уход обратно в убежище, то есть в бакс. В Казани люди тут же бросились в торговые центры. Если в магазинах одежда, несмотря на предновогодние скидки, было немноголюдно, то бытовая техника буквально улетала с прилавков. Продавцы не скрывали – в зале это все, что осталось. Склады уже пусты. Очереди на кассах были и в Икеи. В итоге в магазине, не справляясь с заказами, приостанавливают продажу кухонной мебели и бытовой техники. В среду начинают подниматься цены в ювелирных магазинах. Ипотечное агентство Татарстана констатирует увеличение обращений в пять раз, а риэлторы – небывалый спрос на однокомнатные квартиры. Аналогичная ситуация в автосалонах, где покупатели не останавливают стремительно рвущиеся вверх цены. Машины разбирают на глазах. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе по финансовым рынкам в Москве. Ситуация критическая. То, что происходит даже в страшном сне, не могли подумать и год назад. Но, к сожалению, не всегда мы можем предвидеть даже краткосрочные перспективы нашего финансового рынка. Многие участники находятся в тяжелом состоянии благодаря этим событиям. Поверьте мне, тот выбор, который делает Совет директоров ЦБ – это выбор между очень плохим и очень-очень плохим. То, что происходит сегодня и в последние дни, может иметь разные последствия. В СМИ появляются не очень оптимистичные прогнозы. Первыми жертвами девальвации станут авиация, туризм и строительство. По стране продажи туров упали примерно на 50%, а в Татарстане и вовсе на 90%. Реагируют Турция и Египет, объявляя 20% скидках для российских туристов. Экс-глава ЦБ Виктор Гераченко в эксклюзивном интервью «Бизнес онлайн» констатировал потери управления в сфере экономики. На месте российских властей банкир уже давно вернулся к ограничениям продаж валютной выручки и начал борьбу со спекулянтами. Действия Центробанка идут прямо против послания Владимира Путина. Среди недели заявляет Борис Титов. У ЦБ много различных инструментов – от интервенций до приостановки торгов. Сейчас они увеличили ставку и начнут интервенции, чтобы убрать спекулянтов. Но это категорически против развития экономики. Если мы в послании Владимира Путина Федеральному собранию слышали о том, что надо развивать бизнес, новые технологии, инвестиции, импорт-замещение, то решение ЦБ категорически против всего этого. Спасать рубль за счет развития экономики, мне кажется, по крайней мере, неразумно. Вслед за черным вторником наступила белая среда. С 79 рублей доллар упал до отметки 62,5. Аналогичная ситуация с европейской валютой. Евро не смог закрепиться на отметке 90 рублей. Паника на российском рынке постепенно затихает, отмечают аналитики компании Альфа Форекс. Во многом этому способствуют действия властей. Вслед за неудачной попыткой ЦБ стабилизировать курс рубля в игру вступил Минфин. Ведомство распродает валютные остатки, объем которых составляет около 7 миллиардов долларов. Многолетний руководитель Национального банка Татарстан, один из самых авторитетных банкиров страны Евгений Богачев, так обрисовал ситуацию. Мое мнение, нет никакой трагедии в существующем положении. Надо просто всем вместе взяться и наметить пути выхода из кризиса. Какой-то одной меры будет, конечно, мало. Наверное, стоит выбросить часть валюты на биржу, ввести временные ограничения на использование валюты производителям энергоресурсов, чтобы процентов 50-70 своей валюты они обязательно продавали. Такое у нас уже было и никто не пострадал. В четверг на итоговой пресс-конференции Владимир Путин не назвал имена виновных в обвале рубля. Но трезво, как отмечают эксперты, оценил перспективы восстановления экономики. Президент заявил, что нынешняя ситуация спровоцирована прежде всего внешними факторами. По словам главы государства, ЦБ и правительство принимают адекватные меры в нынешней ситуации. Если ситуация будет неблагоприятна вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Безусловно, придется что-то сокращать. Но также, безусловно, я хочу это подчеркнуть, как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. Что будет с российской валютой, как бизнес переживет экономические потрясения и как работать в новых реалиях? Эти вопросы сейчас волнуют, пожалуй, всех. Рано или поздно всегда на уровне наступает стабилизация. Но стабилизация, на мой взгляд, будет весьма болезненной и будет период тяжелой адаптации, на мой взгляд. Но то, что вот сегодня, сейчас, в эти дни, мне кажется, это все же такой шоковый ситуация. Это больше процесс паники, скорее эмоциональной. Хотя, на самом деле, это фиксация того, что мы жили непосредственно. Просто мы снизим наш уровень потребления, приведем его к более патриотичному, что ли, да? То, что все наши раскатывания, бюджетные учреждения на иномарках и уже неоднократные поездки наших жителей на отдых за рубеж, они действительно просто не соответствуют никаким мировым стандартам. Есть нации, страны, которые более напряженно и интенсивно трудятся и себе такого позволить не могут. Там, грубо сказать, что рубль – это фантик от доллара, но, по сути, так же есть. Ну и три, по крайней мере, три валюты финансовой потрясения ничему не научили. Но если три не научили, то там уже надо думать, эти вообще могут чему-то научиться или нет. Я бы не стал, думаю, что месяц, ну два пройдет, и мы как-то это все сотремся. То, что в эти дни творится, это на самом деле эпизод большой войны, в которую весь мир втягивается. Первая половина 2015 года для российской экономики будет довольно тяжелая, потому что перед несколько месяцев мы увидим большой разгон инфляции, мы увидим торможение спроса ввиду повышения цен, поскольку покупательная способность у россиян резко снизится, а доля импорта у нас во многих товарах высокая. Ну и, в принципе, те товары, которые будут очень выгодно производить здесь, ну, яркий пример здесь – это те же нефтепродукты, будут стремиться на экспорт, то есть будут стремиться к тому, чтобы продать за доллары, за евро и, соответственно, получить, как сейчас принято говорить, но модно, много рублей за, значит, более твердую валюту. Но вторая половина года будет, скорее всего, лучше, потому что, ну, здесь и стабилизируются, и цены на нефть будут более высокими, и, соответственно, уже Центробанк, ввиду более стабильной ситуации на рынке, сможет снизить, пойти на снижение ключевой ставки, соответственно, кредитование разморозится, то есть выйти из того шоково-стояния, которое находится сейчас, также более доступными станут снова такие ключевые кредитные продукты, как ипотека, ну и, соответственно, я думаю, что Владимир Путин по итогам 2015 года опять получит премии самого влиятельного человека в мире. Но это все прогнозы долгосрочные. Как будут развиваться события в ближайшей перспективе, станет понятно уже на следующей неделе. Корреспонденты, аналитики и эксперты бизнес-онлайна в режиме нон-стоп будут следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...